На глазок. Я это делаю на глазок. К сожалению, у меня нету таблиц с собой гипрофокального расстояния, у меня нету такого времени. Вот я настроился бы, например, на этот столб. И предположил бы, что примерно половина расстояния от столба до меня будет резкое, ну и, так сказать, дальше продолжится до бесконечности. К слову, гипрофокальное расстояние, если кто не знает, может посмотреть в интернете. Так. Так. Это я вообще рассказал о фокусе. И вот я настроился на гипрофокальное расстояние, или приблизительно на гипрофокальное, или на то, которое мне кажется гипрофокальным, и я заблокировал фокус. Не дай бог, чтобы он не дернулся. Настраиваться люблю по лайфбью, потому что автомат не всегда действует. И вот тут главное, что должно быть у панорамного фотографа, который снимает фишаем, это скотч. Фокус надо залепить, чтобы он ненароком, в процессе работы с фотоаппаратом, под это колесико не сдвинулась. Дальше что у нас? Баланс белого. Баланс белого мы ставим автоматически, потому что мы считаем, что при съемке прав, любой конвертер вытащит любой баланс белого. Так, про брекетинг я рассказал. Выбор точки съемки. Для того, чтобы сферическая панорама получилась интересной, люди должны что-то разглядывать. Но вот здесь разглядывать есть чего. Вот, пожалуйста, как вы перед нами. Люди сидят, там можно подойти к стенке картину. Но вот если бы, например, вот здесь центр зала был пустой, я бы поставил в центр и снял, это было бы очень скучно, потому что на сфере были бы где-то вдали маленькие стенки с какими-то там пятнышками фотографии, а все остальное было бы просто пусто, и у меня под ногами было бы просто огромное серое поле. Поэтому точка съемки выбирается обычно так, чтобы что-то, какой-то объект был достаточно близко к объективу. И он является основой для настройки на фокус. Так. Что? Выдержка? Выдержка. Значит, выдержка зависит, естественно, от того, как вы снимаете панораму. Когда я снимаю панораму, фишаем 10 мм с руки, я стараюсь делать так, чтобы выдержка была не меньше одной шестидесятой. В принципе, я еще делаю брыкетинг, поэтому она опускается, скажем, до одной тридцатой. И это уже то, что я вот с трудом могу себе позволить. Руки у меня дрясутся. Считается, что выдержку надо ставить, да, чтобы она была как удвоенная в фокусное расстояние, да. То есть если я снимаю десяткой, она должна быть больше одной двадцатой. Меньше одной двадцатой. Соответственно, вот одна тридцатая более-менее. То есть я ставлю одну шестидесятую, подбираю диафрагму, подбираю ISO и снимаю. Это с руки. Если мы снимаем с надальной головки, со штатива, нет, у вас все беспредельно. Снимаем, что хотим, ставим хоть по 25 секунд. Так, если я снимаю с шеста, который поднят на шесть метров и имеет вот возможность вот так вот гулять, то я тоже ставлю, исходя из того, что я снимаю с рук, а даже перестраховываюсь. И никогда не ставлю меньше одной сотой для того, чтобы снимать с шеста. Итак, основа панорамной фотографии — надальная точка. Надальная точка. Где взять вообще сведения о надальной точке? И вообще, что такое надальная точка? Кто не знает, что такое надальная точка? Все знают, что такое. Вы реально ли панорамщики собрались? Может, тогда и не надо рассказывать? Короче, я просто объясню, что делаю я, как съемщик панорама. Я предполагаю, что я работаю с двумя объективами в основном. Это пятнашка и десятка. И для них уже давно вычислено, где находится надальная точка. Поэтому мне просто... Я просто знаю, что надальная точка у этого объектива вот здесь. И я размещаю фотоаппарат на дальнем слайдере. Или вешаю вот сюда вот отвес на надальную точку. Для чего? Для чего? А сейчас, наверное, мы перейдем уже к практике. Так, но с этими объективами я знаю, что происходит. И я знаю, где у них надальная точка. Если мне попадает в руки объектив, где я не знаю, где надальная точка, я поступаю просто. Я предполагаю, что она находится в центре объектива. И сместить фотоаппарат с помощью надального слайдера от... Ну вот обычно мы ставим фотоаппарат сюда. Но если мы его сместим примерно вот где-то там по центру объектива или вот по центру между передней линзой и предполагаемой матрицей, это по-любому будет лучше, чем если мы этого не сделаем. То есть мы можем не угадать надальную точку. Она может быть здесь расположена. Или может быть здесь расположена. Но у нас нет подключения к интернету, мы не можем проверить, где она. Мы смещаем что-то на глаз примерно посредине объектива. И это нам дает возможность потом иметь при склейке значительно меньше проблем, чем если бы мы не смещали фотоаппарат. Еще. Надальная точка имеет значение, если мы снимаем что-то близко. Если у нас есть передний план. Если передний план у нас, скажем так, метров за 15 в ближайшую руках та стена, то скорее всего надальная точка уже не будет иметь никакой важности. Можно и без надальной точки снимать. Но если что-то есть у нас впереди, нам надо по-любому сдвигать фотоаппарат относительно того места, куда мы его обычно ставим на головку. И вот есть одна... А давайте-ка сделаем вот так. Я прервусь и спрошу, какие у вас возникли на данный момент вопросы? Диафрагный потолок. Какой? Потолок диафрагмы. Значит, мы предпочитаем снимать, естественно, с известными рабочими диафрагмами. 8-11. Известно, что у этих объективов лучше... Если освещения мало, опускаемся до 5-6. Но мы делаем и ночные панорамы. Иногда ночные панорамы надо делать с рук. И тогда вот эта комбинация ISO-выдержка предполагает, что мы ставим и 2,8. Смиряясь с тем, что качество... Ну, я имею в виду глубина резкости, да, там... И это вообще не лучшая диафрагма, на которой работают эти объективы. Плюс программные. Потом, да, идет программная обработка, приведение этого всего в смотрибельный вид. Еще вопросы? Да? Процент брака какой получается? Процент брака. Ну, скажем так, из 10 панорам, которые я снимаю, в туры у нас выходит от силы полпанорама. Но я замечу, это не процент брака. Это процент выборки материала. Брак там... Ну, вот, да, кстати, процент брака, даже не я могу сказать. Это вот человек, который потом собирает то, что я наснимал. Этот вопрос можете ему задать. Но, в принципе, брак есть. Брак есть в сложных случаях. Например, съемка с воздушного шара. Есть брак? Никуда не денешься. Можно еще. А пятнашка также? Шесть кадров? Пятнашка. Шесть кадров пятнашка. А вот тогда мы перейдем дальше, к следующему слайду. Нет, перед тем, как я отвечу на ваш вопрос, вызову панорамного фотографа. Про передний план мы уже поговорили. Нам нужно, чтобы передний план был тоже в резкости, и чтобы, когда мы делаем панорамирование, он не сдвигался относительно заднего плана. Движущиеся предметы. Часто вот машины ездят, люди двигаются. Что с этим делать? Подойдете ко мне, потом расскажем. Разброс по яркости я уже тоже объяснил. Мы стараемся сделать брекетинг. Или в тяжелых случаях делаем АВ, то есть приоритет диафрагмы, надеясь, что авось потом соберут. Зенит и Надир. Надир и Зенит. Вот когда я снимаю в помещении, я, например, открутил вот здесь вот панораму, дальше мне надо что-то снять сверху, что-то снять снизу. Но снизу у меня обычно либо мои ноги, либо ноги штатива, сверху, ну, тоже как бы обычно не достает. Надир и Зенит. Это вызовы панорамного фотографа. Что с этим делать, я могу рассказать, если это кому-то интересно. Да? Интересно. Так, ну вот, давайте начнем тогда со съемки панорамы. Сейчас будет такая достаточно длительная, наверное, 10-минутная часть моего выступления. Съемка с рук и так далее. Я, наверное, в микрофон отложу, потому что мне надо будет что-то манипулировать руками. Меня так страшно. Трудно. А, ну вот, хорошо. Сергей, пусть будет. Я покомментирую в меру своих возможностей. Я послушал задних рядов, не слышно, когда происходит. Итак, Дима берет фотоаппарат Canon 5D Mark II, одевает линзу Sigma 10 мм со спиленной блендой. Это очень важно, потому что бленда для этой линзы на полном кадре влезает в кадр. Ее нужно отпилить для того, чтобы камера давала полные 180 градусов. Ну, наверное, снимку снимать. Я прямо сейчас не буду. Встань на сцену. Скорее всего, это будет режим M. Да, обязательно режим M. Без проектирования. Без проектирования. Хорошо, без проектирования. Значит, освещение достаточно хорошее. То есть в данный момент я могу поставить ISO, скажем, 1600 к рабочей диафрагме. Где мы ставим ISO 1600? Рабочая диафрагма 8. Диафрагма 8? И этого хватает на то, чтобы сделать выдержку 160. Одна 160-я выдержка. Которая почти гарантированно дает нам возможность получить несмазанные кадры. Это точно будет несмазанный кадр, относится к 60-й срок достаточно. Так, теперь я настраиваю. Где мы фокусы? Фокусы настраиваем. Ну вот я настроил по первому ряду, как я вам рассказывал. С десяткой я уверен, что от первого ряда на третий ряд.